Мы все разные. Меланхолики, холерики, флигматики, сангвиники, оптимисты и пессимисты, разговорчивые и молчуны, сдержанные и открытые, радостные и вдумчивые. И у каждого из нас есть область психологического комфорта. С научной точки зрения это понимание своих психологических границ. Человек, основываясь на своих чувствах, прислушивается к себе, как ему комфортно, как ему хочется. Это нормально и вполне естественно. Очень важно уважать границы личного пространства, вне зависимости, насколько они широки у тебя лично. Владислав, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему некоторые люди не любят, чтобы их снимали на фотоаппарат, не хотят быть под объективом видеокамер? Может, они стесняются, может, заняты чем-то. У меня есть друг Андрей, и он стесняется фотографировать. Очень важно, когда они везут в твое пространство и спрашивают разрешение, как ты угадал. Валера, как ты считаешь, почему некоторые люди не любят, чтобы их снимали на фотоаппарат? Человек, по-моему, не просто нет настроения. Если человек не хочет сниматься, то это его правда. Ну, видишь, что здесь некоторые люди не любят сниматься на камеру, потому что они не нравятся, как они выглядят со стороны. Может быть, так они себя чувствуют более симпатичными, приятными. А когда на камеру снимают, увидят себя со стороны, на фотографиях, может быть, недовольны чем-то. Просто у людей бывает настроение неподходящее для того, чтобы сниматься на камеру, и поэтому они отказываются. Владимир Дмитриевич, скажите, пожалуйста, почему некоторые люди не любят сниматься на камеру? А за девушкой у них морда страшно. Просто не хотят популярности. Некоторые, занятые своим делом, не хотят отвлекаться. Некоторые не снимаются, потому что думают, что им некогда. Что разбивают режим, нет. Оля, если все пришли домой, начали тебя снимать. Тебе понравилось это или нет? Когда у меня есть настроение, я снимаюсь. Когда у меня нет, лучше мне этого не делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова